Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2580. Как вы считаете, будет ли способствовать прошлогодняя встреча в Риме президента Путина с Папой Римским процессу сближения между римско-католической и русской православной церквами? Отвечает Патриарх Алексей II. Мне не хотелось бы ставить перспективу развития отношений между римско-католической и русской православной церквами в зависимости от посредничества какой-либо третьей стороны, в данном случае глав государств. Действительно, встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Папы Римского Иоанна Павла II, состоявшейся 5 ноября 2003 года, была выражена общая надежда на развитие межхристианского диалога. Однако президент России всегда подчеркивал, что непосредственное разрешение проблем, существующих между церквами, должно быть их собственным делом. Любое посредничество имеет смысл тогда, когда конфликтующие стороны не имеют возможности сесть за стол переговоров. Русская православная церковь была и остается открытой к конструктивному диалогу с Ватиканом. Мы поддерживаем такой диалог, к тому же у нас сохраняются добрые отношения с отдельными епархиями, монастырями, приходами римско-католической церкви. Мы успешно сотрудничаем с международными католическими благотворительными организациями, ежегодно растет число как православных паломников, посещающих христианские святыни Запада, так и католиков, желающих прикоснуться к сокровищам православной духовности. Примеров доброго взаимодействия, подлинного интереса и уважительного отношения к иной духовной традиции достаточно много. И хотелось бы, чтобы их число постоянно росло. Если мы будем благожелательно относиться друг к другу, как христиане, с болью, переживающие трагедию разделения, а не как конкуренты, использующие все средства для достижения своих целей, то рано или поздно возникнут взаимно приемлемые решения. Конец цитируемого. Отвечает Игнатий Лапкин. Нужны только встречи за Библией, как бывает только у миссионеров, а остальное пустая трата времени и обольщение себя и попытка обмануть свою паству. На уровне мирян нет ничего, кроме зазирания друг друга, ибо каждый думает, что он прав, то есть чище, лучше, святее, угоднее Богу. Деяние святых апостолов, 28 глава, 29 стих. Когда он сказал это, иудеи ушли много споря между собой. Конец цитаты. Чтобы была одна религия, этого очень вожделеет Антихрист. Так что и тут надо искусственно не обманывать историю. Создавать римский пантеон будет дядя Антихрист, а нам надо трудиться и раза два встретиться друг с другом, считая один другого еретиком, по-иному нам нельзя, ибо мы из кафаровых овчарин вылезли. Сноска кафары, чистыми называли себя последователи Навата Пуритания. Первый Вселенский собор, восьмое правило. Феофил Александрийский, двенадцатое правило. Шестой Вселенский собор, девяносто пятое правило. Правило Василия Великого, номер один. Продолжение следует...